Неоднозначную реакцию вызвало появление у дома номер 14 по Петровскому проезду автомастерской. Одни даже внимания не обратили на новшества, правда, таких единицы. Большинству же местных жителей соседство с подобного рода предприятиями не понравилось. Жалобы начали поступать в городскую и районную администрацию. Мы приехали на Петровский, чтобы своими глазами все увидеть и разобраться в ситуации. Закон со смыслом «мне не мешает, а значит все в порядке» работает на отлично. В этом мы убедились, опросив жителей Петровского проезда разных возрастных категорий. Я за ваши доводы. Наши доводы, потому что вот так вот машина что-то сломалась, мы сюда подъехали и сделали за пять секунд. Я не возражаю. Главное, чтобы не ругались громко. Тут не особо много машин, поэтому как-то все равно. Мне не мешает, вот вопросы не возникают. В рядах возмущенных молодые мамы. Расстояние от автомастерской до детской площадки всего пара десятков метров. Между тем, по санитарным нормам, до любого объекта жилья, торговли, а тем более детской площадки, должно быть не менее 50. Я считаю, что это неправильно и это не дело, когда такие вещи открываются излишне близко к детям. Много продовольственного магазина, и этим занимаются ремонтом машин. Конечно, не нравится. Ну, потом этим. Раньше у нас было уже открыли. Потом закнули. Жалобы была. Назвали, помню. Закрыли. Теперь они дали по заказу что-то они там. Услуги населения. Услуги населения. Ну, они то самое делают. Действительно, больше года назад это предприятие уже было открыто и закрыто. Почти сразу. Мы собирали коллективное письмо о том, что во дворе жилого дома открыт шиномонтаж. И шиномонтаж был закрыт. В этом году под видом лавочки по продаже автозапчастей, они также осуществляют активно шиномонтажную деятельность. Между тем, владелец заведения Денис Клочков уверяет, его предприятие открыто законно, без нарушений, показывая нам разрешение Роспотребнадзора. На самом деле мы никому не мешаем. У нас есть все документы, подтверждающие, что мы можем работать, что мы не издаем звуков, которые превышают по децибелам нормы, что мы не загрязняем, а наоборот даже облагораживаем. И все-таки, если все законно и в полном порядке, почему шиномонтаж скрывается под вывеской услуги населению, а в перечне предоставляемых услуг монтирование колес не значится? Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ Субтитры создавал DimaTorzok